Первая «Ласточка» долетела до Ржевского мемориала. В эту пятницу состоялся тестовый рейс пассажирского поезда до будущей станции. Его участниками стали представители регионального правительства Тверской области, центральной пригородной пассажирской компании, а также журналисты, среди которых был и Роман Быков. Раннее утро. Подмосковный Волоколамск. Редкое зрелище. К электропоезду «Ласточка» цепляют тепловоз. Всё дело в том, что этому составу предстоит проделать путь до деревни Муравьёва Ржевского района с остановкой на станции «Ржевский мемориал». Большая часть пути пока не электрифицирована, но это ненадолго. По обращению губернатора Игоря Михайловича Рудыни в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было принято решение о электрификации части железнодорожного полотна на участке от Шаховская до Ржева. Пока же этот самый тепловоз будет обеспечивать состав и теплом, и электроэнергией. Для всего того комфорта, к которому привыкли пассажиры электропоездов «Ласточка». До Ржевского мемориала будут курсировать «Ласточки», те самые «Ласточки», к которым мы уже все давно привыкли. То есть к услугам пассажиров будут и биотуалеты, и климат-контроль, вай-фай, конечно же. Вот это замечательное информационное табло, которое показывает и скорость, и температуру воздуха за бортом. Ну а самое главное, к услугам пассажиров будут вот эти замечательные проводницы, к которым мы также уже давно привыкли. По планам между Москвой и Ржевским мемориалом станут курсировать две пары поездов, состоящих из пяти вагонов каждая. То есть утром и вечером можно будет добраться как из Москвы до памятника советскому солдату, так и обратно. По необходимости расписание скорректируют, и если спрос окажется больше запланированного, то движение станет более интенсивным. При этом свою выгоду получат и жители муниципалитетов, по которым пройдет этот маршрут. Напомним, что помимо прочего, запланированы остановки Княжьи горы, Погорелое городище, Зубцов, Ржев. Важно, что еще и у наших жителей, которые живут в Зубцовском районе, в Жевском районе, в Старицком районе, Оленинский, Нелидовский городской округе, у них появится новый уровень транспортной доступности. Они также смогут съездить в столицу, также столичные жители могут приехать к нам. Что касается остановки Ржевский мемориал, то работы по обустройству станционного комплекса в самом разгаре. 9 мая не за горами, а значит все, кто захотят на праздниках своими глазами увидеть знаменитый памятник советскому солдату, должны получить возможность выйти из поезда или сесть на него с должным уровнем комфорта. В данный момент все идет по графику. Установлен каркас зала ожидания и подготовлен для монтажа высокой платформы. Данная платформа будет длиной 170 метров, которая будет позволять принимать все виды электропоездов. В зале ожидания будут не только кассы и сидения для пассажиров, но и буфет, туалеты, а также небольшая экспозиция, посвященная Ржевской битве. На телеэкранах планируется демонстрировать документальные и художественные фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной. Окрестную территорию также благоустроят, оборудовав площадку для автобусов. Таким образом, Верхняя Олжа получит современный транспортно-пересадочный комплекс.